А что означает брак? Гарантия стабильности или просто формальность? Можно было бы сказать, что брак это гарантия стабильности, но с тем, сколько сейчас 70 плюс процентов разводов, то про стабильность очень сложно говорить. Но брак, он все равно дает, дает эту стабильность. Если люди живут гражданским браком или поругались, все, разошлись и ничего. А сколько я пару знаю? Раз пять подавали на развод и ни разу не доходили до развода. И вот это их сдерживало, что это сдерживало от резкости, импульсивности принятия решений. То есть я все равно за официальное оформление отношений спустя какое-то время, что год не больше двух, вот так, что оформляться. Ну, конечно, это выгода, это мое женское мнение, мужчины смотрят на это по-другому, и я их понимаю, особенно когда у них уже два развода за плечами, я их понимаю. Но все равно в браке есть свой плюс. Когда женщина берет фамилию мужчины, это объединяются рода, это идет двойная сила. Это женщина, когда будет молиться или делать практики прощения или какие-то практики, она сможет помогать закрывать родовую карму по мужу, чистить рода. Почему хорошо, чтобы женщина там молитвами, медитациями, прощениями помогала этими родами. Если она просто с ним в гражданском союзе, она энергетически никак не относится к его родам. А когда она официально входит в этот союз, это уже такое идет объединение, что это создается действительно такая плотная ячейка, новая ячейка, и она более целостная, она более сильная. То есть я за официальное оформление. Это и для мужчины очень хорошо, и для женщины очень хорошо.